Привет, меня зовут Аня Кондратьева, и сегодня мы побываем на родине суровых викингов, прекрасной Норвегии. Я покажу вам несколько самых ее красивых уголков, а также некоторые из ее крупнейших городов. И начнем мы с Транхейма, третьего по величине города Норвегии. Население Транхейма примерно 190 тысяч человек. Интересно, что 17% из них это студенты, поэтому Транхейм называют еще студенческим городом. И из-за такого количества молодежи культурная, фестивальная и ночная жизнь здесь достаточно насыщены. Очень много баров, шоппинг-центров, но главная фотооткрытка из этого города – набережная. С причалами и цветными деревянными домиками, напоминающими о славном торговом прошлом Транхейма. За пределами больших городов Норвегии активной жизни практически нет. Зато есть большое количество фантастически красивых мест. Одно из них это Atlantic Road – национальный туристический маршрут, длина которого более 8 километров. Это невероятно красивое зигзаговидное шоссе расположилось на нескольких островах и рифах, соединяющим звеном между которыми стали 8 больших мостов и множество виадуков. Ранее, почти до середины 70-х годов, вместо шоссе машины на эти маленькие острова переправляли только автомобильным паромом. Но данный способ был довольно медленным, и с ростом количества автомобилей он уже не справлялся с своими задачами, поэтому решено было построить данную автотрассу. Строительные работы этого грандиозного проекта шли 6 лет. И за это время строителям пришлось столкнуться с множеством проблем, среди которых были десятки мощных ураганов. Но результат превзошел все ожидания, и уже через год средства, вложенные в строительство, были полностью окуплены. Ведь дорога соединила два крупных города – Кристенсен, в нем мы тоже сегодня побываем, и город Молды. Атлантическая дорога прекрасна, но вместе с тем она входит в топ-10 самых опасных дорог мира. Ведь во время сильного шторма волны часто перекатываются через участки дороги. Выглядит это невероятно красиво и завораживающе, но вместе с тем очень пугающе. Ведь бывали случаи, что ураганным ветром машины буквально сносило с мостов. Сегодня Атлантическое шоссе – место культурного наследия Норвегии. И неудивительно, что эта дорога была признана самой красивой не только в этой стране, но и во всем мире. В 400 километрах от Транхейма находится одна из самых красивых горных долин во всей Европе – Иннердален. В этой деревушке есть небольшая ферма, известная путешественникам с 1950 года. Но ее история начинается еще в 1740-м, и с тех самых пор она принадлежит одной семье. Со временем все эти строения были преобразованы в гостиничные домики, вмещающие до 25 человек. Но здесь также можно установить свою палатку или спать в гамаке. Кстати, этот кемпинг в 2019 году был признан одним из 20 лучших кемпингов в Европе. На ферме по-прежнему содержатся коровы, свиньи, козочки и овцы, которые свободно гуляют везде, как и раньше. Здесь традиционным норвежским способом производят молоко, масло, йогурт и сыр. А в летний сезон здесь работает небольшое кафе. Над долиной возвышается величественная гора в форме пирамиды. Ее высота – 1452 метра. Поход к вершине – это сложный 5-километровый путь, который не предназначен для малоопытных туристов. Длина тропы от парковки до деревни Нардален всего 4 километра. Но не стоит недооценивать эту короткую прогулку, ведь почти весь путь вам предстоит пройти в гору. Еще одна восхитительная особенность Норвегии – ее бесчисленные водопады. Весной, когда с гор сходит талая вода, водопады становятся бурными, полноводными и просто фантастическими. Так во время моего путешествия им просто не было числа, а особо крупные из водопадов попросту не оставляли моей одежде ни малейшего шанса на то, чтобы остаться сухой. Кстати, мое первое путешествие по Норвегии я совершила автостопом, что существенно сэкономило мои расходы на поездку и добавило приключениям красок. Это было несложно и даже весело, но перед такой поездкой вам не помешало бы узнать о некоторых особенностях норвежского автостопа, которыми я сейчас с вами и поделюсь. Если днем машины останавливают хорошо, водители с удовольствием вас подбирают на дороге, то вечером уже с этим возникают трудности. В прошлый раз была такая ситуация, когда нам нужно было на следующий день уже вылетать домой. У нас был рейс самолета, мы еще не добрались до нужного города, и мы остались вечером на дороге, и мы часа два, может быть, два с половиной простояли на холодной трассе на ветру. Нам никто не останавливал, потому что уже было темно. Пришлось выкручиваться из этой ситуации. Мы пошли до ближайшей автостанции, шли мы очень долго, я не знаю, несколько километров. Ждали еще полночи поезд, который шел до нужного нам города, и заплатили очень большие деньги. Поезда очень дорогие в Норвегии, поэтому есть определенный риск путешествия автостопом. Когда вы садитесь к кому-то в машину, вы будьте любезны, поговорите с человеком, потому что часто такое бывает, когда водитель едет за рулем один на довольно долгое расстояние, ему скучно, и его нужно будет поразвлечь немножко. Даже если вы не очень хорошо владеете английским языком, я уже не говорю про норвежский, то вы можете как-то изъясняться, что-то рассказать о себе. Например, водитель тоже может попасться очень разговорчивый. Еще несколько особенностей норвежского автостопа. Если вы ловите в городе или где-нибудь в поселке, то вам остановятся с меньшей вероятностью. Вам нужно отойти какое-то количество километров от населенного пункта, и тогда водители охотнее берут путников. Еще на автобанах очень сложно поймать. Вообще, в принципе, это не разрешено, нельзя этого делать, но мы иногда и так делали. Конечно же, более всех мест в этой стране я желала увидеть тот самый язык тролля. Специально ради него я поехала в норвежский город Одда, откуда и берет старт хакинговый маршрут к знаменитому тролль Тунга. Добраться к утесу не под силу ленивому туристу, ведь чтобы увидеть красоту этого места, вам предстоит проделать непростой путь в гору. Мой занял пять часов в одну сторону и четыре обратно. Ситуация усложнялась палящим солнцем, большим количеством снега и отсутствием у меня соответствующей обуви, из-за чего мне приходилось несколько раз выжимать насквозь промокшие носки. Но то, что я увидела наверху, мгновенно перекрыло все тяготы подъема. В кафе и ресторанах еда очень дорогая. Лучше, конечно, закупаться в супермаркетах. В ресторанах меньше пяти тысяч рублей на двоих вы вряд ли покушаете вкусно. Поэтому магазин, супермаркет – это лучшее решение. То, что Норвегия – страна дорогая, спорить, конечно, глупо, но опять-таки все относительно. Давайте посмотрим на примере обычного супермаркета, в котором я сейчас нахожусь, и сравним цены. Вот, например, бутылка настоящего апельсинового сока «Фрэш» стоит на русские деньги 250 рублей. Как вы думаете, дорого это для настоящего апельсинового сока в литровой бутылке? Мне кажется, в России таких цен не найти. Три веточки – 129 за килограмм. Два огромнейших стейка по цене 39 рублей. Клубничка за 140 рублей. Пахнет настоящей клубникой, а они непонятно чем. Йогурты всякие разные. Все вкусные. Сыры, как и везде в Европе, разобилие. Печеньки, правда, дороговато стоят, конечно, причем все. С шоколадом та же история. Если в Швейцарии или Германии можно купить такую плитку за 100-150 рублей, то здесь стоит 500. Чем меньше населенный пункт, тем дороже цены на гостиницы. Если в Осло, Бергене или, скажем, в Транхейме вы можете найти гостиницу по цене 5000 рублей. Это начальный прайс. Конечно, вы можете словить какую-нибудь акцию и найти отель за 3,5 или 4 тысячи рублей. Меньше вряд ли. То стандартная цена начинается в больших городах от 5000 рублей. В маленьких же поселочках или деревеньках норвежских, в каком-то норвежском захолустье вы ничего не найдете меньше, чем 8 тысяч или 9 тысяч рублей. Причем это будет самый простенький отель без каких-то изысков. Такие просто здесь цены. Мы сегодня в Бергене. Вспомните любой город с рекой и набережной. Вспомните цвет воды в этой реке. А теперь посмотрите на цвет воды в Бергене. Чистая. Ни одной бутылки, ни одной мусоренки. Вот что значит. Люди берегут природу и уважают пространство, в котором находятся. Рыбачки и морячки, которые долго находились в плавании, когда пришвартовывались к берегу, первым делом шли в паб, чтобы напиться до беспамятства. Нагулявшись, они возвращались домой. Но так как дома очень сильно похожи друг на друга, мужчины нередко заходили в чужие дома к чужим женам, что не очень нравилось соответственно чужим женам. Поэтому они, жены, соговорились и покрасили дома в разные цвета, чтобы их мужья больше не могли спутать чужой дом со своим. Если вы пройдете по узким улочкам вдоль этих рыбацких домиков, вас ожидает большой сюрприз, потому что здесь практически в первозданном виде сохранился тот Берген, каким он был сотни лет назад. Большинство помещений на этих улочках сдают в аренду. Но я заглядывала в некоторые окошки и видела там комнаты, оборудованные как жилые. Возможно, здесь даже кто-то живет. Надо узнать. А вообще весь этот комплекс находится под охраной ЮНЕСКО. И это очень хорошо, что они все это охраняют, потому что вы родите здесь одно удовольствие. Высматриваю своего морячка. Жаль, что он не приплывет. Не ты мой морячок, нет? Пойду-ка я вам покажу лучший парк. Покажу, если я не навернусь с этой лестницы. Субтитры сделал DimaTorzok А это уже Кристенсен, крупнейший город Южной Норвегии. Здесь есть международный аэропорт с регулярными рейсами, поэтому добраться сюда из городов Европы или других норвежских городов не составит вам никакого труда. Именно в Кристенсене я застала День Конституции Норвегии. Это главный национальный праздник, отмечаемый ежегодно 17 мая. Он совпадает с Днем Независимости страны и является выходным днем для норвежцев. Ежегодно 17 мая норвежцы красивые, одеты в национальные одежды, выходят на улицы, несут флаги, проводят праздничные шествия, парады, играют оркестры. Люди веселятся, обнимаются, радуются, кушают вкусняшки. Ощущение праздника на улице присутствует на все 100%. Перед тем, как поехать в Норвегию, обязательно посмотрите в интернете по календарю, нет ли каких-нибудь национальных праздников. Потому как в Норвегии, как и во многих других странах Европы, во время праздников все закрыто. В том числе и продуктовые магазины. И вы можете, не подготовившись, остаться голодным. Потому что в ресторанах кушать будет слишком накладно. На автозаправочных станциях, конечно, есть какой-то там минимальный набор продуктов. Шоколадки, кофе, булочки. Но им же невозможно питаться целый день, поэтому нужно будет позаботиться о том, чтобы у вас были продукты. Идите сюда, крошечки. Идите, хорошие. Идите, хорошие. Слящие, срочные, как во многих. Еще одно удивительное место – деревянный павильон для наблюдения за животными, одиноко стоящий на вершине голого холма. Откуда открывается обзор на многие-многие километры вокруг. Павильон оказался закрыт, к сожалению. Мы планировали развести здесь костер, приготовить себе ужин и даже переночевать, чтобы наблюдать, как олени ходят вокруг. Но, к сожалению, у нас не получилось сюда попасть. На самом деле я о нем узнала года два назад, увидела в интернете картинку, подумала, боже мой, какая классная беседка, это же просто волшебство какое-то. Действительно, вживую оно выглядит просто волшебно. И, как я и предполагала, никого, кроме нас, здесь нет. Только мы – это красивое здание с панорамными окнами. И вот эта вся красота невероятная. В силу большого количества островов и проливов в Норвегии очень развита паромная сеть. Паромы здесь ходят куда угодно и очень часто. Да и сам процесс пресечения фьордов на пароме для гостей страны – это большое удовольствие. Цена на паром за машину, водителя и пассажира колеблется в зависимости от величины водоема и времени в пути. В среднем около 10 долларов. Внутри судна есть комфортабельные сиденья, кафе, в котором можно при желании выпить чашечку обычную, кофе за 7 долларов и открытая палуба, откуда открываются фантастические виды на норвежские природные красоты. Я не знаю точно, где мы сейчас, но это очень милая городок или деревушка, которая находится прямо возле океана. КОНЕЦ Норвегия – одно из самых сытых, спокойных и благополучных государств с высоким уровнем жизни и социальной защищенности. Норвежцы очень любят и уважают природу. Именно Норвегия стала одной из первых стран, учредивших Министерство окружающей среды. Произошло это еще в 1972 году, в то время как в большинстве стран такого министерства все еще нет. Вырубка лесов в Норвегии не ведется вообще. Норвежцы предпочитают закупать древесину у стран, которые не особо заботятся о своей природе, например, и России. По закону, любой житель страны и ее гость имеет право беспрепятственного прохода ко всем природным ресурсам без ограничений. Все это и многое другое в совокупности дает эффект прекрасного и органичного сочетания человека и природы. Поэтому северная страна влюбляет в себя каждого приехавшего сюда путника, а после покоряет его навсегда. Если мой видеоролик из Норвегии вам хотя бы чуточку понравился, пожалуйста, оставьте лайк и комментарий. С вами была Аня Кондратьева. Пока-пока.